Девушки отдыхают Я не знал этого, но там был молодой человек, который был частью команды Садовой гробницы, и он рассказал свое свидетельство. После послания вы услышите его удивительное свидетельство. Вы должны это услышать. Я люблю снимать в Израиле, и вам наверняка понравится это учение на Святой Земле у Садовой гробницы. Послушайте это мощное послание и свидетельство. Воскресенье Перейдем к моменту, когда утром женщины подходят к могиле. Вы видели могилу, и представляете размер камня на входе. Их проблема заключалась в том, как передвинуть камень. Он весил две тонны. Нужна была группа мужчин, чтобы передвинуть его. Но когда они пришли, камень был отвален, и могила была пуста. Происходит нечто странное. Иисус появляется в одежде. Но когда его хоронили, на нем не было одежды. Возможно, только набедренная повязка. Плащаница все еще свернута и лежит в гробнице. Где Иисус взял одежду, в которую был одет? И почему Мария приняла его за садовника? Садовник носил черные предметы одежды, брюки, возможно, льняные поверх этого какая-нибудь одежда, пояс, чтобы связать вместе верхнюю и нижнюю одежду. Еще был бы, как вы уже увидели в арабском мире, головной убор, который прикрывает волосы и перевязан лентой. Важно понять, почему она подумала о нем, как о садовнике. В Библии говорится, что первосвященник в Ветхом Завете в день искупления снимал свои восемь одежд красоты и царственности, чтобы одеться в четыре льняные одежды. Эти льняные штаны дощиколоток, льняной халат с длинными рукавами, льняной пояс, завязывающийся на несколько узлов спереди, и головной убор, который закрывает волосы, чтобы пот не попадал в кровь и не смешивался с ней. Итак, он вышел в незнакомой для нее одежде, которая, на мой взгляд, была одеянием священника. И второе, что в нем изменилось, это внешность. Она его не узнала. Как можно знать кого-то три года, а потом, когда он исчезает, возвращается через три дня, а ты даже не узнаешь, кто это? Он не показался ей знакомым. Из-за одежды? Нет. Из-за волос? Иисус был евреем, значит, у него были темные волосы. Но когда она видит его, у него белые волосы. Я могу доказать, в первой главе Откровения у Иисуса были волосы белые, как снег. Я знал человека с темными волосами. Когда я увидел его через какое-то время, он был совершенно седой. А знаете, что с ним случилось? Поздно вечером он ехал по дороге, переезжал железнодорожные пути, не заметил поезд и проехал в десяти сантиметрах от удара. За неделю он полностью посидел. Это редкое явление, которое случается при сильном стрессе. Ученые могут объяснить это лучше, чем я. Иисус пережил такое физическое напряжение, что это изменило его внешность. Вот почему она его не узнала. Но вот он заговорил. Мария слышала этот голос тысячу раз. Мария, Мария, Мария. Дело было не в том, как он выглядел, а в его голосе. И когда она услышала голос, она сказала, «Равуни, что значит учитель». Затем он говорит нечто странное в Евангелии от Иоанна, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, восхожу». Это заявление кажется загадочным. Во-первых, он произносит его в греческом, грамматическом времени, «Я вот-вот собираюсь это сделать». Он не имел в виду, что вознесется через сорок дней. Он говорит, что ты что-то прерываешь. Откуда взялись незнакомая одежда, которая была на нем? Ее не было в гробнице, и Иосиф не оставлял ее там. Ее принесли те два ангела, потому что это были одежды, предназначенные для первосвященника небес. Он собирался вернуться на небеса, навойти в святое святых и окропить своей кровью священное убранство небес. На нем должны были быть священнические одежды. Они и пришли с небес. Она не могла прикоснуться к нему, потому что в день искупления нельзя было прикасаться к первосвященнику, чтобы не осквернить его. Он говорит, «Не задерживай меня, потому что я еще не вознесся, но пойди и скажи ученикам, что я возношусь». Она уходит, а позже Петр и Иоанн приходят к гробнице, и, конечно, они тоже видят, что она пустая. Павел говорит в послании к евреям, я перефразирую, что Христос вошел не в рукавотворное святое место, в земной храм, но на само небо. Дальше сказано, не с кровью козловой тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. И затем он начинает говорить о кроплении кровью убранства в скине или храме. Вы должны понимать, что ковчег Завета настоящий, а не тот, который построил Моисей, находится на небесах. Он описан в Откровении 11.19. Минора, не та, которую сделал Моисей, а та, образцу которой он следовал, находясь на небесах. Откровение 1.12. Подсвечник семью ветвями. Золотой жертвенник, не тот, который Моисей построил, не тот, о котором он сказал, а я сделаю его по образцу того, что видел в видении, находится на небесах. Откровение 8. И первородный грех начался не в Эдемском саду, он начался еще до сотворения человека с ангела по имени Люцифер, который взбунтовался и забрал с собой треть ангелов. По этой причине в течение 4 тысяч лет во времена Ветхого Завета люди, умирая, спускались в недра земли. В 16 главе Луки говорится, что для неправедных был ад, а для праведника Влона Авраамова люди не могли попасть на небеса, потому что скиния, убранство священного храма на небесах, должна была быть очищена кровью, как сказал Павел, но не кровью животных. Но на небесах не было крови для кропления, потому что Бог и ангелы — это духи. Вначале было Слово, но Слово стало плотью. Слово должно было стать плотью из-за крови, потому что душа — тело в крови. Но он должен был быть распят, кровь должна была выйти из его тела и быть представлена на небе. Я не знаю, кто это сделал, сам Христос или ангел, но кровь была взята на небеса. И Христос своей собственной кровью начал окроплять точно так же, как это делал ветхозаветный священник. Каждый предмет обстановки на небесах. Он сказал, я иду приготовить место для вас. Послушайте, он не собирался строить обители, потому что он также знал в доме Отца Моего обители много. Настоящее время. Новый Иерусалим был создан еще до того, как Иисус пришел на эту планету. Иисус сказал, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Но человека не было доступа на небеса до того, как Иисус воскрес. Душа каждого умершего должна была отправиться в глубины земли. Но когда Иисус умер на Голгофе и через три дня воскрес, многие умершие святые ходили по улицам Иерусалима. Он забрал души всех праведников, которые в течение четырех тысяч лет были заключены в недрах земли. Он вывел их оттуда своей силой воскресения. Мы не знаем, когда они отправились на небеса, но мне кажется, где-то между моментом, когда Он воскрес и увидел Марию, моментом, когда Он вознесся. Павел говорит о первых плодах воскресения. Он должен был взять первых людей, которые выросли под Его руководством, и представить их Отцу как первые плоды на небесах. И знаете почему? Потому что, когда вы приносите первые плоды с поля, вся остальная часть поля освящается. Это означает, что когда Иисус спустился в недра земли и забрал оттуда праведных святых, после них будут еще миллионы святых. Когда Он извлек первые плоды и преподнес их Богу, Он освятил остальную часть кладбища. Тем самым, Он говорил, «Я собрал первые плоды и принес их из самого сердца земли, но через две тысячи лет сотни миллионов других людей восстанут из могилы, потому что Я освятил могилу. Поскольку Я жив, вы тоже будете жить». Вот о чем шла речь. Небеса не были запятнаны грехом. Грех не затрагивал ни Бога, ни ангелов, но влиял на наше приближение к Богу. Священник в течение полуторы тысячи лет должен был приближаться к Богу за людей. Только один человек в день искупления. Но когда Иисус умер и окропил Своей кровью алтарь, Он сказал, «Теперь Я священник, потому что здесь Моя кровь». И вам больше не нужен посредник на земле. Приходите в Мое присутствие. Я открыл доступ. Завеса разорвана. Заходите ко Мне. Еще один момент. И мы будем принимать причастие. Иисус стоит по правую руку от Отца. Мы знаем это, потому что об этом говорится в Писании. Бог Отец восседает на престоле. Рядом Агнец, о котором Иоанн говорил, что у него семь глаз и семь рогов. Это Агнец Божий, лев из колена Иудина, Мессия, Слово, ставшее плотью. Это Иисус Христос, Одесного Отца. Он стоит справа, потому что правая рука — это знак силы и авторитета. На последней вечере Иоанн сидит справа от Иисуса, потому что, дорогой вам человек, всегда был справа от вас. И Иоанн присоединился к груди Иисуса, чтобы услышать биение Его сердца. И Иоанн не отходил от места распятия, потому что он слышал биение сердца Иисуса еще до того, как подошел к кресту, потому что он припал к его груди во время вечери. И я чувствую, что сейчас разойдусь, и мы еще долго не уйдем отсюда. Интересно, что в день искупления священник не мог сесть, пока не заканчивал служение. Ему приходилось стоять весь день и 43 раза окроплять кровью разные предметы на алтаре — минорум, подсвечники. Когда он заканчивал окроплять кровью, он садился. В Библии сказано, что Христос сейчас сидит. Он воссел Одесную престолом. Это означает, что искупление завершено. Все окончено. Вы можете применить искупление, потому что оно уже совершено. Но происходит кое-что интересное, когда Стефана побивают камнями. Он молится о прощении для людей. Он сказал, «Не вмени им греха сего». Знаете, почему Иисус должен был сказать «Отче, прости им, ибо они знают, что делают?» Потому что как он может быть первосвященником и прощать грехи людей, если он не был готов простить своих врагов? Он говорит, «Прости их, потому что он должен сказать своему народу, что значит прощать злейших врагов. Они предали, оплевали и распяли меня, но я прощаю их, потому что они даже не ведают, что творят». Заметьте, что после этого спасается Центурион. Когда Стефан готов простить, спасается Саввала Старса. Что-то происходит, когда вы готовы простить своего врага. А ваши дети могут спастись, если вы простите своего врага. Вы можете спасти кого-то, о ком даже не подозреваете, если захотите простить своего врага. Два обращения произошли, потому что двое простили своих врагов. На небесах есть двери. И он говорит, что двери открыты. Я написал книгу под названием «Небеса. Призрачная галактика». Она выйдет весной, и в ней я рассказываю о храме Искини на небесах. Я показал ее Рону Карпентеру. Он сказал, «Боже мой, я никогда не видел этого». Я ответил, «Не смей проповедовать мое послание». В небесном храме, согласно Библии, находится ковчег Завета. Если моя теория относительно того, что написал Павел, и что видел Иоанн верна, то на этом ковчеге находится кровь Иисуса, потому что в Ветхом Завете кровь должна была быть на ковчеге, чтобы произошло искупление. Господь видел кровь, и так Он прощал людей на следующий год, а через год кровь снова проливалась на ковчег. Кровь Иисуса окропила жертв Венеграды навсегда. Прочтите послание к евреям. «Он сидит, но Стефан молится, священник, чтобы совершить искупление, должен был встать и принести жертву за грех». Иисус — жертва за грех. Он сидит одесного Бога, но Стефан говорит, «Я вижу Иисуса, стоящего одесного Бога». Мы думаем, что это Иисус готовился принять дух Стефана, но дело не только в этом. Он просит Бога простить этих людей. Всякий раз, когда вы произносите молитву прощения, в Завете задействуется кровь. И все, что нужно сделать Иисусу, это встать по правую сторону от Бога, повернуть голову и посмотреть ковчег Завета, где находится его кровь. И тогда приходит прощение. Стефан умер. Тогда он не осознавал, но осознает сейчас, что его молитва повлияла на человека, который напишет 14 посланий Нового Завета. И все потому, что он умел прощать и знал силу Завета. Сегодня мы принимаем причастие, это олицетворение тела и крови Христа. Когда вы вкушаете от плода виноградной лозы, это напоминает вам о Новом Завете, о его крови, которая была пролита за вас, и о спасении. Хлеб символизирует тело Христова. Таким образом, искупление состоит из двух частей. Его тело, которое было ломимо за вас, приносит вам исцеление, потому что ранами Его вы исцелились. Плод виноградной лозы, как это называется в Новом Завете, символизирует Его кровь для вашего спасения. Когда вы принимаете причастие, оно говорит о вашем искуплении перед Богом кровью Христа, спасающей вас и хлебом или телом Христа, исцеляющим вас. Принимая причастие сегодня у садовой гробницы, где он воскрес из мертвых, вы можете получить все, что пожелаете, в сфере искупления. Если вам нужно прощение, очищение или исцеление, просите об этом. Просто скажите, Господь, ты можешь исцелить меня, потому что ты заплатил за меня цену. Мы находимся у садовой гробницы в Израиле, в Иерусалиме. Этот брат, местный гид, поделился со мной потрясающим свидетельством. Я впервые встретился с ним. Я хочу, чтобы он поделился этим непосредственно с вами. Я постараюсь быть кратким. Я главный экскурсовод в садовой гробнице в Иерусалиме. Это отличная возможность для меня, но причина, по которой я решил приехать сюда, это в Ипери. 11 лет назад я переехал из Италии в Великобританию, чтобы учиться в лондонской школе теологии и получить степень по теологии. Я следил за всеми видео и аудиоподкастами программы «Фестиваль Манны». Также я смотрел видео на YouTube. Это была прекрасная возможность. Самая первая программа, которую я посмотрел, была снята у садовой гробницы, а вторая — в Магдале, где в часовне есть картина, изображающая женщину, страдавшую от кровотечения 12 лет. Я до сих пор помню, как это было. То, что вы сказали, стало поворотным моментом в моей жизни. Я ждала 8 месяцев, чтобы увидеть пастора Перри Стоуна, когда он приедет сюда, в садовую гробницу, и здесь пообщаться с ним лично. Но больше всего на свете я хотел бы ободрить этого служителя, который на протяжении стольких лет благословляет людей по всему миру. Я вижу плоды этого в своей жизни, а также причину любви к Израилю. Сейчас я изучаю библейские ивриды, углубляю столкования Тора и Танаха благодаря Перри Стоуну. Огромное спасибо. Я не знал, что встречу его здесь. Мы не были здесь 3 года. Невероятное благословение видеть людей, которых достигает наше послание, но которых мы никогда не встречали. Это честь для меня. Как вас зовут? Стефану. Стефану. Это Стефан? Да, точно. Огромное спасибо. Вы вдохновили меня в этой поездке. Вы вдохновляли меня последние 10 лет. Это здорово. Спасибо вам за ваше свидетельство. Я расскажу об этом людям. Непременно сделаю это. Могу я что-то еще сказать? Да. Пожалуйста, не останавливайтесь. Продолжайте заниматься тем, чем занимаетесь. Я читаю вашу книгу «Комментарии к Ветхому и Новому Завету». Она до сих пор у меня, и я наслаждаюсь каждой страницей. Люди моего поколения все еще нуждаются в вас. Если вы думали, что Бог закончил с вами это не так, пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете, потому что нам нужно это невероятно глубокое учение. Так что спасибо вам за то, что храните веру. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны.